МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый карагандинский. В студии работает Гульнор Жакен. Сегодня выпуски. Продукция карагандинской птицефабрики представлены на рынках не только Казахстана, но и Таджикистана, и Афганистана. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов ознакомился с производством. Героизм ценой в собственную жизнь. Фильм «Горький сахар» про подвиг карагандинских полицейских презентовали в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню первого президента. Молодежь, будущее Казахстана. В Карагандинском банковском колледже стартовал фестиваль студентов, посвященный Дню первого президента. Главная цель – выявление и поддержка творческой студенческой молодежи. С визитом на птицефабрике «Караган-де-Кос» побывал Ерлан Кушанов. Аким области ознакомился с деталями и объемами производства, поинтересовался заработной платой работников и планами руководства на будущее. Главу региона сопровождали Аким Бухаржираусского региона Шагурашид Мамалинов и руководитель управления сельского хозяйства Юржан Беккожин. Глава региона посетил птицефабрику «Караган-де-Кос» и поинтересовался об изменениях в производстве. Сотрудники предприятия рассказали об особенностях питания для пернатых, далеко идущих планах и последних достижениях. Напомним, что в сентябре текущего года «Фалах Гроусфанд» завершил сделку по приобретению птицефабрики, выпускающую продукцию под товарной маркой «Заречное». С того времени новые владельцы успели провести ребрендинг и расширить производство. Отныне продукция выпускается под брендом «Алсад», который прочно обосновался на алматинском рынке. Одним из ключевых достоинств ребрендинга является внедрение инновационных технологий. «Альфалах Фонд» – это казахстанско-арабский фонд, Объединенные Арабские Эмираты, через независимо от МОБа Дала они присутствуют здесь. Здесь 10 миллионов долларов сделка состоялась, сейчас еще 5 миллионов инвестиций сюда будут осуществлены. Что это меняет для фабрики? Это означает, что будет повышаться качество, это инновации технологические, технологии здесь полностью иностранные будут. И самое главное – будет изменение рациона питания птицы. Уже на сегодняшний день около 500 тысяч птиц здесь присутствуют, они полностью были заменены, молодняк новый завезен. На сегодняшний день на предприятии трудится 90 человек. В скором времени эта цифра возрастет до 150. Птицефабрика обладает большим потенциалом и к марту 2018 года выйдет на полную производительную мощность. Нельзя не отметить, что продукция «Карагандахос» уже представлена на рынках Таджикистана и Афганистана. В ближайшей перспективе – осуществление экспорта в Объединенные Арабские Эмираты. Уже на сегодняшний день 80% продукции сейчас идет на экспорт. Это Афганистан, Таджикистан – первые страны. В последующем Арабские Эмираты и рынок Казахстана тоже будут постепенно увеличиваться. Самое главное, что отсутствует геномодифицированная продукция в ней внутри, отсутствуют антибиотики, то есть упор сделан на правильное питание. Птицефабрика «Карагандахос» предлагает хорошее соотношение цены и качества. Руководство заявляет, незначительный рост цены на яйца связан с закупкой высококачественного корма. В скором времени продукцию птицефабрики можно будет найти на полках социальных павильонов. А по ценовой как по лестнице у вас? Чуть-чуть дороже. Мы упор делаем на корма, корма дорогая, соответственно, себестоимость яйца дорогая. Но у нас же люди хотят же есть качественные, может и чуть-чуть дороже. А вы где-то отдельно в магазинах продаете? Мы начали пока на этапе становления. Мы решили не разрываться здесь на ритейл, на собственной продаже. И больше упор сделали на экспорт. Ну, более простой вариант. Отгрузили, отправили. Сейчас, в принципе, производство налажено. Можно их заняться. Себестоимость может быть, если собственная корма будет, да? И когда объем увеличится, у вас так? Себестоимость может быть. Да, конечно. Если сейчас 30 миллионов, если будет 150 миллионов. Мы будем с розничными сетями разговаривать, чтобы мы как-то... Я не меньше могу делать, но и меньше. Но зато объем, что... С розничными сетями мы тоже сейчас разговорим, чтобы... Вот социальные павильоны... Где здесь? Социальные павильоны будут у нас, так? 30, да? Или 30? А ярмарка не будет, помогает. Мы ярмарки у нас, пока не работают. По завершению встречи Акимобласти поручил руководству повысить заработную плату сотрудников и расширить объемы продукции на рынках Карагандинской области. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. В декабре жители Казахстана ожидают три дополнительных выходных. Всего в последний месяц года казахстанцы отдохнут 13 дней. Предстоящие мероприятия и работу в праздничные дни обсудили в областном Акимате. 1 декабря в стране отмечается День первого президента. Он приходится на пятницу, поэтому многие казахстанцы отдохнут три дня подряд с 1 по 3 декабря. При этом 2 декабря, суббота, выходной день для тех, у кого пятидневная рабочая неделя. Для шестидневной рабочей недели этот день является рабочим. В Карагандинской области подготовлено сразу два крупномасштабных мероприятия. Одно из них – медиапроект «Наш лидер, наша сила» пройдет в центре бокса имени Селька Сапеева. Два крупных мероприятия у нас планируются. Одно 29-го – это в городе Тимиртал, и второе – в центре бокса имени Селика Сапеева, в городе Караганды. В остальном праздничное оформление завершено. Работа в целом ведется. Все стабильно. 16 и 17 декабря в Казахстане отмечают национальный праздник – День независимости. В этом году праздничные дни приходятся на субботу и воскресенье. В связи с этим выходные переносятся на следующие дни – 18 и 19 декабря. Но это у большинства казахстанцев праздник, а для многих государственных служащих предстоящие дни будут наполнены активной работой. Аким Карагандинской области Герлан Кушанов поручил уделить особое внимание стабильности в жилищно-коммунальной сфере и обеспечению общественного порядка. На время праздников, накануне, должностных лиц, работники коммунальных служб, курлосочное дежурство – это не вы знаете. Но в этот раз надо усиленной координацией за Шкарупа и Бегимова. Акимам городов-районов обеспечить информационное сопровождение праздничных мероприятий в средствах массовой информации. Должные наружные оформления городов-районов праздникам в соответствии с утвержденной концепцией. Растяну, Жан-Дослав Сахалсирович, Бурлан Николаевич, вот за вами эта работа. И местной полицейской службе организовать работу по соблюдению и обеспечению общественного порядка. Кроме того, глава региона поручил использовать все механизмы для сдерживания необоснованного роста цен на продукты питания в предпраздничные и праздничные дни. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинские полицейские провели концерт, посвященный Дню Первого Президента. В Театре имени Сакена Сифулина состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого наградили сотрудников ДВД. Помимо церемонии награждения, также состоялась презентация фильма «Горький сахар», который рассказывает о доблести погибших карагандинских полицейских. Торжество стартовало с показа фильма «Горький сахар», основанного на реальных событиях. Примечательно, что фильм был снят творческим коллективом при службе Департамента внутренних дел области. Картина повествует историю двух полицейских, убитых во время дерзкого нападения на сахарный центр в Караганде. События ноября 1998 года ожили на экране и тронули сердца зрителей. После окончания показа зал аплодировал стоя. Со вступительным словом выступил начальник Департамента внутренних дел Карагандинской области Мергенбай Жаппаров. Он вручил отличившимся сотрудникам грамоты и поздравил всех присутствующих с Днем Первого Президента. В честь праздника приказа министров внутренних дел Республики Казахстан десяток сотрудников были награждены различными медалями и почетными грамотами. Среди награжденных – начальник управления административной полиции Валерий Коваленко. По словам новоиспеченного полковника, торжественная церемония подарила ему лишь положительные эмоции. В сегодняшний день, в канун праздника Дня Первого Президента, я лично был награжден министром внутренних дел и мне присвоили досрочно звание полковника полиции. Сегодня вот такой прекрасный день, у меня такое приятное событие. И на сегодняшний день я хочу в этот канун праздник поздравить всех своих коллег, которые сегодня были награждены, которых министр был, министерством были, которые отмечены, и начальником департамента внутренних дел. Церемония награждения продолжилась праздничным концертом, на котором выступили танцевальные и вокальные группы. Особым украшением вечера стали выступления вокальной группы «Нур-Урда» и ансамбля департамента внутренних дел Карагандинской области. Торжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Семь человек в Карагандинской области погибло при пожаре в жилом секторе с начала отопительного сезона. Среди них трое детей. Такие данные привели сотрудники областного департамента по чрезвычайным ситуациям на специальном брифинге. Встреча была посвящена пожарной безопасности в зимний период. Всего тремя неделями ранее сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям призывали граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Однако начало отопительного сезона уже ознаменовалось человеческими потерями. За последние два месяца в жилом секторе зарегистрировано 114 пожаров, в результате которых погибло 7 человек, в том числе 3 ребенка. О последних происшествиях рассказала официальный представитель департамента по чрезвычайным ситуациям Жанна Дауренбекова. Данный брифинг проводится в связи с увеличением числа пострадавших в пожарах. Последний случай произошел в Цимиртау 25 ноября. В результате пожара пострадали мужчина и женщина 55 и 65 годов рождения. Они были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем. Несмотря на проводимую агитационную работу, количество пожаров продолжает расти. О неутешительной статистике рассказал заместитель начальника управления департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Андрей Моисеев. Проводится профилактическая работа нашими сотрудниками. Подворовые отходы, сходы с населением, раздача памяток. Однако хотел бы остановиться на цифру. То есть за истекший период 2017 года произошло 1722 пожара. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В результате пожаров погибло 28 человек. Получили травму 57 человек. Как показывает статистика, 70% произошедших пожаров приходится на живой сектор. Только за последний месяц в регионе вспыхнули 125 пожаров. Андрей Моисеев заявляет, основная причина пожаров – человеческий фактор. В целях недопущения гибели и травмирования людей, гражданам рекомендуется соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Торжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И в продолжение темы. Еще одной головной болью для спасателей в зимнее время становятся несчастные случаи на воде. Не секрет, что в Карагандинском регионе очень много рыбаков. Они не упускают возможности при первом же случае порыбачить на льду. Однако сегодня лед на водоемах еще очень тонкий. На водоемах Карагандинской области уже встал лед. С виду он крепкий, основательный, но это обманчиво, заявляют спасатели. Нынешний лед еще очень тонкий. На сегодняшний день действует запрет на подледную рыбалку. Спасатели проводят регулярные рейды. На Самаркандском водохранилище в Темиртау специалисты ежедневно обследуют лед. Сегодня толщина менее 5 сантиметров. Безопасная толщина льда не менее 15 сантиметров. Выход на лед, время считается, когда лед достигнет 10-12 сантиметров толщины. Но учитывая, что наше озеро находится, оно как бы техническое, и в нее впадает множество каналов сбросовых, теплые воды, и тут входит, плюс грейс работает, сброс в теплой воды делает. Поэтому как можно дольше, но я имею в виду толще, чтобы был лед. 10 сантиметров – это там, где реки, ну, нет входа туда теплых вод. Спасатели отмечают, если лед бурый и грязный, наступать на него нельзя. Необходимо также держаться подальше от кромки. Запрещается выход на лед в темное время суток и при плохой видимости. Если же все-таки человек решился выйти на такой тонкий и опасный лед, необходимо обязательно надеть спасательный жилет. Также родителям стоит предостеречь своих детей от прогулок в районе водоемов. А в случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо звонить в службу спасения по номеру 112. Молодежь – будущее Казахстана. Под таким названием в Карагандинском банковском колледже имени Букенова стартовал фестиваль студентов, посвященный Дню первого президента. Главная цель фестиваля – выявление и поддержка творческой студенческой молодежи. С самого утра в Карагандинском банковском колледже собрались более 600 студентов из разных вузов и колледжей Караганды. Все они – участники регионального фестиваля под названием «Молодежь – будущее Казахстана». На сцене актового зала они продемонстрируют свои таланты, возможности и достижения. Среди участников – студентка КарГТУ Лязат Мураткан. Я впервые участвую в этом фестивале. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы с честью представить свой университет. Ки, который я исполняю, называется «Трукмен». Я желаю удачи всем участникам. Для меня участие в этом фестивале – очень важное событие. Подготовка заняла две недели. На открытии фестиваля ребят поприветствовал руководитель областного управления по вопросу молодежной политики Мирас Куттыбай. Он отметил, что не случайно фестиваль проходит в преддверии дня первого президента, поскольку глава государства большое внимание уделяет всестороннему развитию казахстанской молодежи. Именно благодаря мудрой политикой главы государства Мирас Куттыбайова мы просветаем. И перед молодежью стоит грандиозная задача – войти в число 30 конкурентоспособных статей. Именно молодежь сегодня должна быть конкурентоспособной. Именно молодежь должна работать на благо Родины. Так что еще раз с праздником, дорогие друзья. Особое внимание на церемонию открытия заслужили студенты-победители различных олимпиад, спортивных и творческих состязаний, в том числе и дельфийских игр. Главная цель фестиваля – это развитие творчества студентов, предоставление возможностей осуществить свой творческий потенциал, способствовать установлению прочной связи между университетами и пропаганде духовных ценностей. Участники фестиваля будут соревноваться за призы семи номинаций. Это и игра на народных инструментах, и конкурс социальных видеороликов, и вокальный конкурс. Запланированы также сразу две игры КВН на государственном и русском языках. Андрей Тенц, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Теперь для оформления протокола о нарушении правил дорожного движения достаточно будет ввести ИИН человека. Все остальное выдаст система. Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры запустил пилотный проект по составлению электронных протоколов. Цель проекта – перевод административного производства в электронный формат. Ежегодно в Казахстане заводятся около 4 миллионов административных дел. По ним протоколы составляют более 60 государственных органов. Но львиная доля приходится на органы внутренних дел. В недавнем послании глава государства поручил развивать цифровые технологии. Поэтому Генеральная прокуратура совместно с МВД запускает проект по электронному оформлению протоколов. На первом этапе это будут только нарушения правил дорожного движения. Но составление протокола займет считанные минуты. Составление самого протокола составляет максимум до 5 минут. Для примера, приведу пример. Буквально на прошлой неделе в одном суде города Караганды поступило первое заявление о несогласии с протоколом, составленное местной полицейской службой в электронном виде на мобильном планшете. Жалоба была рассмотрена по существу судом. Протокол был признан знакомым и обоснованным. Электронный протокол позволит удобно и быстро оформлять штрафы. Это будет экономить время гражданина и сотрудника полиции, а также избавит стражи порядка от бумажной рутины. Прямая связь с базами данных обеспечит оперативное получение необходимой информации, как о правонарушителе, так и о транспортном средстве. При вводе квалификации правонарушения система сама выставляет размер штрафа, предусмотренной санкцией статьи, кодекса, в том числе и в порядке сокращенного производства. Это позволяет гражданину сразу после оформления протокола произвести оплату штрафа, в том числе и через посттерминал. Так, при погашении административного протокола в любом из филиалов акционерного общества, Казпочта или филиалов банков, данные сведения будут незамедлительно интегрированы в систему комитета. То есть гражданам не надо будет приходить в органы внутренних дел для проставления отметок об оплате. Главные плюсы – избавление от бумажной работы, исключение коррупции и манипуляции при возбуждении и рассмотрении дела, неотвратимость наказания, реализация принципа нулевой терпимости и много других. Кроме того, полицейские на месте, увидев долги, напомнят незнающим о них, а неплательщиков накажут. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соболгстер. Субтитры создавал DimaTorzok